Качественные зубные щётки, отбеливающие пасты и профессиональные процедуры. Выберем сегодня максимально эффективный способ отбеливания зубов с врачом-стоматологом Натальей Мартинкевич. Доброе утро, Наталья Олеговна. Вообще, процедура отбеливания зубов, насколько она безопасная? Ведь есть мнение, что эмаль портится. На сегодняшний момент в стоматологии есть множество способов отбеливания зубов. И каждый, желающий получить великолепную голливудскую улыбку, может выбрать свой способ. Но только вместе со стоматологом. Бывают домашние способы отбеливания зубов, бывают офисные. Это те, которые проводятся непосредственно в кресле у стоматолога. Самым безопасным является проведение профилактических мероприятий. Это снятие зубных отложений с помощью ультразвука, самое распространённое – аэрофло. Мы приближаемся к отбеливанию зубов в природных своих тонах, не превышая. То есть это возможно? Да, да. На 1-2 тона зубы становятся светлее после этой процедуры. ВОЗ рекомендует проводить данные процедуры 2 раза в год. Остальные методы отбеливания зубов, конечно, влияют на эмали и на зуб в целом. К ним относится, как правило, химическое отбеливание зубов, когда наносятся химические реагенты на зубы, которые отбеливают их. Лазерное отбеливание, ультразвуковое отбеливание, фотоотбеливание. В любом случае наносится какой-то материал на зубы, какой-то гель, и под воздействием вышеуказанных методов происходит отбеливание эмали. Эмаль можно отбелить от 1-2 тонов до 1000. Всё очень индивидуально. Если я правильно поняла, эту процедуру нужно проводить дважды в год. А что делать пациенту, чтобы продлить эффект отбеливания? Самое главное – это домашняя, собственная, индивидуальная гигиена полости рта. То есть не пропускать чистки зубов. И можно использовать отбеливающие пасты, которые продаются в магазинах. Но такую пасту надо обязательно подбирать с врачом-стоматологом и по его рекомендации. Её постоянно можно использовать или всё-таки чередовать? Её нельзя использовать постоянно, особенно у некоторой категории пациентов, у которых тонкая эмаль, имеет повреждения. Поэтому время назначения, опять же, определяет врач. Наталья Олеговна, какие продукты могут ухудшить состояние эмали, и что вы не посоветуете употреблять очень часто? Это газированные напитки, это цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины, кислые ягоды. Они могут ухудшать состояние эмали. Использование зубного порошка, то есть сильно абразивных средств, соды – всё может ухудшить состояние эмали и привести к повышению её чувствительности или истиранию. Хорошо. Скажем, про классическое отбеливание мы поговорили. А вот про другие виды, про которые вы рассказываете, кому они показаны? Отбеливание делается по желанию пациента. Это косметологическая врачебная процедура. Когда пациент приходит и изъявляет желание, что он хочет отбелить зубы. Дальше доктор обязательно должен оценить, показано ли ему отбеливание, потому что есть ряд противопоказаний. А вот расскажите о них, пожалуйста. Противопоказания – это сколы, дефекты на эмали, в том числе кариес. Это пломбы на тех поверхностях, которые нужно отбеливать. И это беременность и кормление грудью. То есть в этот период мы не отбеливаем. Ну и, конечно же, дети до 18 лет. Химический метод отбеливания, наверное, самый распространённый. Он может использоваться как и в кресле у стоматолога, так и дома. Дома мы изготавливаем специальные капы, куда пациент наливает отбеливающий гель и одевает на ночь и спит с ними. А здесь отбеливание проводится под контролем врача, потому что гель более высокой концентрации. И, конечно же, мы должны наблюдать за процедурой, чтобы не провести никаким осложнением. Частое осложнение – это ожог слизистой оболочки полости рта. Если проводить это дома, то сколько таких ночей нужно провести пациенту для того, чтобы отбелить зубы? Это очень индивидуально. То есть пациент видит эффект сразу, после первой же ночи. Если он считает, что ему достаточно, то больше процедур он не проводит. Но, как правило, проводится 3-5 процедур. Насколько хватает эффекта? Это тоже очень индивидуально. Всё зависит от того, как ведёт себя эмаль. Есть даже такие пациенты, которые нечувствительны к отбеливанию зубов. То есть ты отбеливаешь ему зубы, он приходит через неделю, такое ощущение, что ты ему ничего не отбеливал. Такое тоже бывает. И если пациент будет придерживаться назначений после отбеливания, то есть режима питания, режима гигиены, то, конечно, отбеливания ему хватает надолго. Процедуру можно повторить через год для поддержания. Или если пациент хочет более сильный эффект. Ну и, конечно же, актуальный вопрос о домашнем отбеливании непрофессиональными средствами. Что касается тех многих данных в интернете, когда пишут о других средствах, которые мы можем в доступной цене купить и в аптеке, и не в аптеке. Хочется, чтобы вы прокомментировали это. В любом случае отбеливание, оно домашнее или оно в кресле врача, обязательно перед этим должна быть консультация стоматолога, чтобы себе пациент не навредил. Конечно, средства, которые продаются в магазинах и в аптеках, они сильно навредить не могут, но, тем не менее, осложнения случаются. Поэтому я бы всем нашим пациентам рекомендовала в первую очередь прийти к стоматологу, обсудить эту проблему с ним. Наталья Олеговна, спасибо за красивые улыбки, которые вы дарите пациентам. Мы желаем вам удачи и напоминаем, что сегодня мы были в гостях у врача-стоматолога Натальи Мартинкевич. Субтитры создавал DimaTorzok